Здравствуйте, дорогие наши зрители, активные предприниматели и те, кто решил встать на этот непростой, но очень веселый путь. Мы продолжаем цикл эфиров, туда приглашаем the best of the best, лучших из лучших. Конечно же, основная задача – это показать путь человека, предпринимателя, который своим непростым, часто даже очень сложным путем приходит к каким-то результатам. А для чего мы это делаем? Возможно, кому-то из вас это поможет остановиться, взглянуть по-другому на жизнь, поймать какой-то инсайт. Сегодня у нас в гостях человек, который основал крутую телефонию, которая называется Сипуни, его зовут Артемий, но об этом чуть-чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин, я президент Союза деловых людей, и в рамках активности мы проводим различные эфиры. Это интервью, где вы сегодня присутствуете. Есть у нас еще и лекции, где мы приглашаем ведущие компании, сервисы, которые рассказывают, как можно улучшить нашу жизнь. Например, ВКонтакте, Одноклассники, Адмитат и так далее. Много-много разных сервисов есть, которые автоматизируют, возможно, работу, привлекают потенциальных клиентов и так далее. Наша задача, чтобы немножечко улучшить жизнь предпринимателя. Ну и, конечно, у нас есть свои сервисы, это цифровой помощник предпринимателя. Наша задача – помогать решать запросы ваши. Например, подобрать меры поддержки от государства, а их столько, что уже само государство в них запуталось. Можете жмакнуть по QR-коду, перейти, заполнить анкету или, например, расширить канал избыта или подобрать эксперта. Много-много разных вопросов. А если вы эксперт, тоже оставляете анкету, она будет вот по этому QR-коду. И, конечно, ваши предложения мы будем мачить. Такой некий бизнес-тиндер создаем. Ну и, конечно же, хочется сказать пару слов о наших партнерах. Компания ВГ – это IT-интегратор, который помогает ваши процессы подобрать под них IT-сервисы. В том числе, и Сипуни часто встраивается в конструкцию из разных сервисов. Важно, чтобы эти сервисы работали. Часто люди бегают, какая телефония мне подойдет, какая СРМ-ка. И все эксперты советуют то, что они знают. А задача – то, что подойдет вам подобрать эти решения. И консультации тоже бесплатно. Можно жмакнуть по QR-коду или перейти по ссылочке. Ну вот, пожалуй, на этом я бодную часть заканчиваю. Переходим к нашему гостю. Сегодня у нас Артемий Марок. Артемий, приветствую тебя. Привет, привет. Ну, расскажи вкратце, кто такой Артемий и кто такой Сипуни? Так, ну, я занимаюсь Сипьюни. Я один из основателей, генеральный директор Сипьюни. Сипьюни – это связь для бизнеса. Мы даем возможность бизнесу принимать звонки клиентов, звонить клиентам, все это записывать, считать, анализировать и передавать все это в СРМ. Потому что сейчас такой есть очень сильный тренд на СРМ-системы. Вот, поэтому без абсолютно точных данных, кто, когда, кому, о чем, во сколько и сколько раз звонил этих данных по конкретному клиенту, без этих данных достаточно сложно продавать, дальше обслуживать клиентов в СРМ. Поэтому мы, как такой дополнительный продукт для СРМ, поставляем все необходимые данные по звонкам. Слушай, круто, друзья. Вот здесь будет QR-код. Можно перейти, если вы еще не пользуетесь Сипьюни, как минимум ознакомиться. Потому что я по себе скажу, мы практически в каждом сервисе, в каждом направлении используем Сипьюни. Это очень удобно. И запись разговоров, и все остальное. Много есть разных плюшек. И цена-качество, соотношение, конечно, уникальное и удивительное. А основное все-таки, скажи, почему именно эта ниша, когда к тебе это пришло, что нужно сделать телефонию? Ну, обыкновенно это достаточно, мне кажется, спонтанно бывает. Ну, вот так вышло, что давно я увлекся Скайпом, когда Скайп еще только начинал. То есть, что сейчас даже странно, наверное, говорить, что значит, можно увлечься какой-то программой. Но в Скайпе тогда можно было просто взять и кому-то позвонить. То есть, люди ставили, и друг от друга принимали звонки. И можно было просто позвонить, выбрать там какую-то страну и позвонить человеку, пообщаться с ним, что-то спросить. И все отвечали. То есть, какая-то атмосфера была такая дружелюбная и открытая. Те, кто устанавливал Скайп тогда, они, видимо, были готовы, что им кто-то туда может позвонить. Там был какой-то поиск, ну, типа, знакомство можно было использовать, выбрать по возрасту. Но по стране, по России было не интересно звонить, было интересно кого-то найти в другой стране. Там я в Англию звонил, в Марокко звонил, то есть разные направления. То есть, ну, выбираешь, чтобы там можно было, в принципе, примерно с ровесником пообщаться. И на том уровне английского, который был, вполне нормально можно было что-то узнать. Даже, по-моему, видео, да, видео еще не было, камеры еще такие были. Ну, начальные, да. То есть, в компьютерах сюда не было камер, но Скайп просто работал как звонок. И вот тогда мне показалось это интересно. Потом Скайп добавил пакеты для звонков на городские телефоны, но они стоили денег. И как-то их нужно было оплачивать. И чуть позже появилась какая-то программка, которая не просила денег, но звонила на простые телефоны. Мне это показалось как-то очень фантастически. И вот с того времени я как-то зацепился за ту программку, что так можно компьютера взять, позвонить на какой-то телефон, причем не платить. То есть, там давалось какое-то количество бесплатных минут. Можно было не платить, позвонить, удивить кого-то. Там какой-то номер отображался. На сегодняшний день, конечно, это уже запрещено, потому что непонятный номер, непонятно, как отображается. Сейчас вот эти все законы противодействия подстановки номера работают. А тогда это было на уровне фантастики, поэтому это затянуло. Ну и дальше оно затянуло, что оказывается, вот можно звонить с компьютера. А если можно звонить с компьютера, значит, можно еще что-то делать, еще как-то этот голос модифицировать, как-то им управлять, как-то направлять. И таким образом пришла идея, что можно что-то сделать для того, чтобы пользовались люди. Сначала оказалось, что это можно сделать для всех, и для частных лиц, и для бизнеса. Но потом выяснилось, что для частных лиц вполне достаточно мобильного телефона. Они как раз тогда очень активно пошли. Айфоны уже появились. Это 2000, там, после 2007 года, 2008, уже и в России появились. Вот. И стало понятно, что для бизнеса это будет актуально, поэтому вот с того времени я этим занимаюсь, ищу там всякие решения, делаю их удобными, выкидываем с команды все лишнее, оставляем только все нужное. То есть каждый день стараемся что-то добавить, что-то изменить. В конечном итоге, чтобы у клиента была одна кнопка, он хочет начать звонить. Обыкновенно это нужно когда? Когда ты не просто сам по себе решил заняться бизнесом. В этом случае достаточно и простого мобильного телефона. Ты просто размещаешь везде номер и пользуешься. Когда у тебя уже есть некоторая структура, то есть необходимо какое-то распределение, то есть кто-то может прийти, кто-то может не прийти, кого-то нужно обучить, знания как-то передать, звонки распределить, кого-то подстраховать. Есть уже какой-то номер, если кто-то там возьмет с мобильным телефоном, сегодня поработал, завтра ушел. То есть когда ты уже не один, когда уже есть какая-то даже небольшая команда из двух человек, то здесь мы уже нужны будем для бизнеса, для того, чтобы и контролировать, и в принципе физически, так скажем, старое слово, коммутировать эти звонки, что на вход, что на выход. Ну и для того, чтобы уже тот, кто занимается организацией этой работы, начинающий предприниматель или там руководитель отдела продаж, он наглядно мог за всем наблюдать, что там столько было звонков, столько мы ответили, столько-то, допустим, коротких звонков, значит, мы просто не дозваниваемся, с нами не хотят разговаривать. Столько длинных, скорее всего, продуктивных разговоров. Вот, и в принципе, уже как бы для работающего бизнеса можно задавать какие-то уровни, как его, это типа KPI, то есть уровни активности. То есть нужно, чтобы там было сколько-то результативных звонков. То есть это не просто ты трубку поднял, не просто там тебе никто не ответил, или там секретарь сказал, что ни с тем не сединить, а конкретные звонки, когда были разговоры, когда, ну, скорее всего, была договоренность. То есть по определенным показателям мы это для руководителей показываем, они могут косвенно наблюдать, что все в порядке или там что-то не в порядке. То есть вводить какие-то… Мы у себя также настраивали, да, что менеджер не просто там я 10 звонков сделал, а посмотрел по длительности, чтобы они как раз были дозвонными для клиента, скажем так. Да, но 10 звонков как бы, да, ни о чем. Ну, вот какое-то количество. Слушай, подскажи вопрос такой. Вот ты говоришь, увлекся скайпом, и тогда это все-таки было, знаешь, непонятно, а это будет работать. Был какой-то страх, вот когда первые шаги только делал, CPU не организовал? Что это не пойдет? Первые шаги, когда я делал, я одновременно еще работал, и уже решил сделать как бы такие основные шаги, когда нашел два заказа на организацию телефонной связи в двух компаниях. Я понял, что, скорее всего, есть еще такие заказы, и я их еще найду, и можно уже идти туда полностью погружаться и не переживать. То есть опасения, конечно, были, но просто сама возможность выполнять такие заказы, занимаясь еще чем-то там, когда еще где-то работаешь, очень, ну, проблематично. Но в случае, если уже не работаешь, и есть все свободное время, тогда можно полностью и очень хорошо и сделать, и посвятить этому время, и найти новые заказы. Собственно, вот так я решил, что все, нужно уходить. То есть два заказа, они показали, что для меня это было достаточно, чтобы идти из нами. Слушай, круто. Получается, просто знаешь, многие предприниматели есть, они все бросают и идут в какой-то проект, а не факт, что это работает. Да, ты все-таки такой проверил, есть ли спрос. А вопрос такой, думал ли ты тогда, что CPU не будет в каждой CRM интегрирована? Ну, мы в первую очередь сейчас интегрированы почти в каждой CRM, которая называется AmoCRM. А так мы еще почти не в каждой, у нас еще достаточно много работы. Ну, скажем так, ведущих. Ладно, ведущих. Сотни тысяч клиентов еще ждут того, чтобы нажать кнопочку и начать работать с нами. Мы над этим работаем каждый день. А сколько сейчас в команде у тебя человек? Сейчас больше ста человек. Порядка ста тридцати. Сейчас вот для тебя, что самое сложное в бизнесе, самое простое? Ну, всегда сложно это найти новые точки роста. То есть это сложный поиск. Нужно выбрать решение, то есть принять правильное решение, куда пойти. Ну, а простое это, наверное, поддерживает то, что уже построено. То есть пока не построили, и пока неизвестно, что строить, это самое сложное, когда на этапе принятия решения даже, ну, не знаешь. Ну, как, это не то, что прям сложно. Но иногда бывает, да, и физически сложно, то есть очень много сил уходит, много переживаний. Правильно это будет или неправильно. Но когда уже выбрано, то это уже не так сложно. То есть это тоже сложно. То есть выбранное, допустим, мы решили построить определенным образом нашу поддержку, чтобы она была многоуровневая, чтобы она там была с оценками, чтобы мы платили вознаграждение нашим ребятам за хорошую работу, исходя из оценок. Вот мы поставили себе такую задачу, но ее дальше нужно было именно так выстроить. То есть это не суперсложная работа, но сложная, потому что даже организовать и все это выстроить, чтобы это все работало системно. То есть это, ну, вот эту работу сложную можно назвать простой, потому что просто нужно делать. То есть уже картина понятна, мы знаем, к чему идем. Мы к ней идем. Условно говоря, шли там несколько лет, несколько попыток не получалось, но потом все-таки при правильном выборе ответственного, тот руководитель, который уже взял на себя эту ответственность и принялся это строить, то все уже пошло, и, собственно, мы ее построили. Ну, прикольность. Вот эти сложные задачи, они простые, а вот действительно сложные, это когда прям нужно выбрать, куда идти, прям вот ощутить внутреннюю уверенность, что это правильное направление. Слушай, здесь ты круто заметил, потому что это по факту говорит, знаешь, это ответственность лидера, да, я как лидер принимаю решение, я буду нести ответственность правильно, неправильно, все ошибки и так далее, кто собирается. Вот найти это решение внутри себя, признать его, принять и действовать, исходя из него. И тогда вопрос такой, вот по-твоему лидер сегодня в нашей стране, ну, предпринимательница, он кто? Какими качествами он должен обладать? Ну, он должен быть немножко безрассудный, уверенный в себе, мне кажется, в каком-то смысле бесстрашный, ну, то есть не в широком смысле бесстрашный, а вот в своей области достаточно бесстрашный, то, что можно взять и все перевернуть с риском того, что все это сломается, но можно перевернуть. И зачастую просто предпринимателю интересно сделать то, что он хочет. То есть иногда он может даже не задумываться о том, насколько это правильно, вот иногда ему просто хочется это сделать, и он делает. Потом уже может осознать, что там зря все поломал, зря там это перестроил, но вот это внутреннее желание что-то сделать, что-то построить, что-то создать, изменить, ну, как ему кажется, всегда в лучшую сторону. Вот. Таким качеством он должен обладать. Ну, это обыкновенный человек. За всеми качествами обыкновенного человека. Слушай, круто. На самом деле все-таки много с предпринимателями разговаривают. Необыкновенный человек, это как раз лидер, который, вот ты круто сказал, хочет что-то построить. И когда ты хочешь строить, ты уже вот веришь в себя, и несмотря на какие-то ошибки, все равно двигаешься. Вот какие у тебя, может быть, такие критические ошибки были, или падения, может быть, которые ты хотел бы изменить? Ну, я думаю, что навряд ли что-то я хотел бы прямо изменить. Но есть некоторые там варианты, когда можно было там немножко по-другому действовать. Казалось бы, это облегчило жизнь. То есть, возможно, вот с такими ошибками, которые у меня были, это увольнение, когда тот, кого ты увольняешь, он не в курсе того, того, что ты уже решил его уволить. То есть, он живет обыкновенную жизнь, работает, а ты у себя в голове уже понял, что нет, все-таки он не справляется. И вот из недоработок, наверное, то есть, из ошибок недоработок, это то, что нужно всегда держать своего подчиненного в курсе, что ты чем-то у него доволен, чем-то у него недоволен. И чтобы у него уже это ощущение вкладывалось достаточно четко. И для него не было сюрпризом, не был бы сюрпризом разговор о том, что нам нужно расстаться, и, ну, возможно, в другой компании ты будешь лучше работать, но здесь вот, ну, видишь, что у тебя не получается. А когда он не в курсе, что у него не получается, ему в один день все это выкатываешь, у него идет полностью как бы несогласие. И, ну, несогласие, некоторая там озлобленность появляется, хотя, ну, ошибка именно моя заключалась в том, что нужно было его просто, ну, честно ему на этапе работы сообщать о том, что это неправильно, это, допустим, не совсем так, это не то, что я просил, это там сделано нодевое уровень, то есть нужно правильно формировать вот ожидания. Вот. А из таких, наверное, ну, бизнес-продуктовых вещей, которые у меня были, однажды я в Сепью не решил поменять тарифную политику, еще там на этапе старта пробовал разные бизнес-модели, и когда я ее поменял, потом решил проанализировать цифры, почему-то до этого я не анализировал. И я обратил внимание, что на момент, когда я поменял, был под цифром рост, и, в принципе, был рост. То есть, когда я поменял, я этот рост залезал. То есть, по ощущениям, мне казалось, что роста нет, и поэтому я предпринял изменения. А по цифрам он был. Вот. И я тогда подумал, что ж я цифры-то раньше типа смотрел. То есть, это... Ну, это не такие цифры, которые там каждодневные, когда ты видишь основные параметры, а это такие цифры в тренде, их нужно было выгрузить, построить. Вот. Я их, ну, зачем-то позже выгрузил, построил, и удивился, что, наверное, решение было неправильно. Ну, потом снова пришлось чуть позже делать уже изменения, наверное, на которых мы сейчас работаем. Слушай, круто. Ты вот сейчас сказал про команду, да, что очень важен диалог, потому что люди могут и не понимать, что они что-то неправильно действуют, да, вот на ошибке указывать заранее, вдруг человек исправится, а не затягивать эту штуку. И вот здесь вопрос, наверное, про команду, да. Есть ли какие-то принципы, как ты подбираешь команду? Ну, есть, знаете, люди говорят, вот я должен хотеть человека обнять, или что-то еще, там разные-разные принципы. Не, у меня, наверное, принцип такой один. Я вот как-то его сформировал еще на самом старте, когда у меня был самый первый помощник, вот, и я даже хотел его сделать, ну, тогда еще не было компании, просто вот мы начинали, он мне помогал, и я ему даже предлагал быть генеральным директором, но не знаю почему, он почему-то испугался и решил отказаться. Вот. Вот, и когда мы с ним работали, я понял, что мне от него нужно. То есть, мне от него нужно, чтобы те действия, которые он делает, они меня удивляли. Ну, так самонадеянно, да, как-то по-хвальски, что ли, звучит, что это такое, да, что он вдруг будет удивлять тебя. Ты пришел в офис, удивил. Да, да, да. Ну, то есть, не голый в офис, а хорошее замечание. А именно, я ему даю задачу, он ее делает, но ее исполнение, ее там реализация, ее там дополнительные, ну, варианты реализации, они те, которые я не ожидал, и они кажутся мне, ну, такими, о, прикольно, вот это да. То есть, это такой критерий, который даже, ну, невозможно, если ты его знаешь, как, допустим, ну, один из моих руководителей, ты все равно не сможешь на нем сыграть, потому что ты никогда не знаешь, что может удивить. Вот, поэтому на нем сложно сыграть, он такой достаточно естественный, и, соответственно, если так получается, когда задачи такие вот, ну, даются, и помимо выполнения задач или в процессе, я вижу, что, ого, да, вот это прикольно, там что-то еще, ага, вот это, то это, ну, критерий, по которому мы точно будем продолжать, ну, работать, потому что это, ну, для меня важно. А почему я рассказал, что это было на старте, потом я где-то прочитал про то, что сотрудник должен превосходить ожидания, то есть я думал, что он должен меня удивлять, но по другой версии, где я это прочитал, в какой-то книге, что это называется превосходить ожидания, то есть ты от него что-то ожидаешь, а он их превосходит. и вот это такой, ну, критерий, по которому я работаю, но сейчас разве я еще что стараюсь давать больше времени на то, чтобы сотрудник попытался выйти на этот путь, то есть раньше я очень быстро за три дня мог понять, что все, нет шансов, чтобы превосходить. Вот, сейчас я пробую, ну, потому что тяжело набирать тех, кто превосходит, а все равно очень много приходит ребят, которые просто делают хорошо. и сейчас я пробую больше, чуть больше времени этому посвящать, чтобы и рассказывать, что я хочу, и рассказывать, в каком формате мне это нужно, чтобы больше дать возможности синхронизироваться с новым специалистом, и, ну, по итогу все равно нужно выйти на, вот, сверх ожидания, все равно нужно выйти без них. Ну, лично мне как-то тяжело работать, потому что мне кажется, что нужно постоянно выйти выше, 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 а без преодоления, то есть без сверху, ну, свершения, ну, как сверху, хотя бы чуть-чуть, но больше, нам выше тяжело пойти. Слушай, по факту, очень похоже, знаешь, как это, любой предприниматель, он как спортсмен, чуть-чуть, всегда планку надо выше ставить. И здесь ты очень круто сказал одну фразу такую интересную, что ты как-то действовал интуитивно, а потом где-то прочитал, да, то есть, ну, много же предпринимателей что-то интуитивно делает, а потом находит подтвержение, это правильно, это правильно. Это к тому, что по факту любой предприниматель всегда развивается. Вот, здесь хотелось бы спросить, какие компетенции тебе приходилось прокачивать, и что ты порекомендуешь вот ребятам, которые встают на путь предпринимательства? Какие навыки нужны будут на первом шаге, может быть, на втором? Что тебе было необходимо для роста вот именно как лидера, как предпринимателя? Ну, я, честно говоря, не верю вообще в то, что что-то можно там быстро прокачать. То есть, если ты что-то прокачиваешь, это какой-то долгий путь, прям прокачивание, очень мучительный, ну, как мучительный, не мучительный, ну, просто долгий, то есть, это не так, что окей, там, за полгода прокачаю. Ну, наверное, из полезных вещей, которые нужно было просто делать, это правильно, ну, как правильно, в принципе, считать все деньги, считать все там приходы, расходы, займы, то есть, ну, банально просто не в голове держать, а просто записать. У этого взял столько-то денег, без займа, тяжело что-то делать, вот там взял столько-то денег, то есть, просто знать, что там максимум, там, должен, не знаю, 2 миллиона, или там 300 тысяч, или там 100 миллионов, то есть, нужно просто, ну, знать эту цифру, чтобы не попадаться на уловку ошибок, как бы, ну, когда ты думаешь, так, 200-300, там, у того, у того, у того, а суммарно, оказывается, там, не в 5 раз больше, а в 10, потому что, когда складываешь, вроде в уме хорошо складываешь, а все равно, где-то, мозг может сам какую-то ошибку такую делать, и когда уже все записал, видишь, ага, все, вот, вот она сумма там, вот они расходы, вот там, допустим, я в какое-то время решил померить расходы на жизнь, я прям все-все-все отраты записал, думаю, ого, какая сумма, я-то думал, я там живу на 50 тысяч, а оказалось там 150, я думаю, ого, откуда эти 100 тогда, значит, эти 100, я откуда-то, ну, беру, значит, вот оно, то есть, просто записывать в блокнотик, ну, для начала, свои расходы, это, ну, наверное, базовый народ, который точно понадобится, потому что без учета денег вообще никуда, вот, а дальше уже у каждого, наверное, какие-то свои сложности, и что ему там предстоит развивать, наверное, как-то, ну, рабочий процесс покажет, потому что я, допустим, очень любил разговаривать по телефону, и вот первый бизнес, когда у меня был по тому, чтобы продавать, я разместил свой телефон, и мне пришлось очень много отвечать, то есть, не звонить самому, то есть, мне было полегче, но я все равно даже и просто отвечать, то есть, просто о чем-то говорить, для меня было как-то вообще некомфортно, мучительно, вот, и несколько лет я так отвечал, отвечал, просто там был размещен мой мобильный телефон, и потом я заметил, ого, а мне уже вообще, ну, это несложно делать, потом еще там какие-то исходящие звонки прибавили, еще кому-то надо позвонить, вот, и раньше это, ну, прям занимало достаточно времени, нужно было там до исходящего приготовиться, там, как-то собраться, вот, а потом уже, ну, это длительно, то есть, это три там или пять лет заняло, я думаю, о, все, интересно получилось, то есть, не любил даже, как бы, ненавидел, вообще не хотел, а раз, и, оказывается, это уже так легко дается, кому-то надо позвонить, просто берешь трубку, звонишь, нужно ответить, просто отвечаешь, все, ну, какой-то внезапный навык прокачался, хотя до этого было вообще не, ну, не до него, ну, а так, остальные навыки, просто, ну, по мере необходимости, у каждого свои. Слушай, круто, это прям первое, что точно, у каждого свои, потому что есть, условно, карты компетенции, каждый в своем бизнесе, да, он может выполнять функции, там, не знаю, продуктолога, операционного директора, кроме того, что основатель, есть определенные функции, и очень тонко тоже подметил про дисциплину, да, что просто навык так не придет, как ты говорил, звонить, это дисциплина должна быть регулярно, как ты что-то делаешь, со временем уже это становится, ну, каким-то таким прокачанным навыком, где ты уже, условно, специалист, и тоже про финансы, я вот сколько общаюсь, ну, процентов 80 предпринимателей, врубаются в любой проект, ничего сначала не считая, поэтому финансовое планирование, учет, это, наверное, одна из базовых функций бизнеса, а здесь еще вопрос, знаешь, какой, ты про инвестиции сказал, есть разные подходы у предпринимателей, кто-то говорит, никак нельзя, я только сам буду расти, это опасно, тебя кинут, кто-то наоборот, там, за счет инвестиций, твое отношение к этому какое-то? Ну, мое было отношение такое, когда я что-то хотел сделать, и я посчитал, и я вижу сумму, я понимаю, что я эту сумму не достану, вот, поэтому, а сделать я точно хочу, то есть кажется, что я могу это сделать, но вот эту сумму не достану, и тогда надо просто ее искать, у кого-то взять, там, у родственников, там, у знакомых, у каких-то друзей, ну, у родственников, в принципе, легко взять, а вот у друзей или у знакомых у них потяжелее, потому что им надо будет рассказать, ну, зачем это, для чего, почему столько, и, в принципе, это неплохо, когда ты им рассказываешь, то сам еще раз себя слушаешь, и, ну, понимаешь то, что надо, и, собственно, сам разговор, он уже и для тебя показывает, и для того, кто, может быть, тебе мог бы дать эти деньги, стоит ли вообще тебе их давать, если у тебя, ну, какой-то огонь по поводу того, что ты собираешься делать, или вообще там, безумно все, и очень много огня, но ничего не выйдет, вот, ну, я, ну, то есть, в первую очередь, идея, ну, и желание ее сделать, поэтому, если есть такое желание, есть идея, то там, это просто уже путь, как ее осуществить, ну, возможно, это деньги, возможно, это еще что-то, то есть, уже самостоятельно ищешь, может быть, просто там появится какой-то стонаправленный человек, который тоже скажет, о, да, мы-то можем это сделать, вообще там, ну, без денег, потому что вдруг там деньги не нужно, то есть, идем от задуманной идеи, от того, что интересно, от того, что хочется организовать. Слушай, круто здесь, потому что, ну, видишь тоже, кругом баланс и ответственность лидера, да, потому что не всегда же деньгами можно решить, всегда можно решить какими-то ресурсами, там, партнерскими и так далее, вот в этом, привлечь. Слушай, подскажи такой вопрос, если бы у тебя была волшебная паучка, что бы ты сейчас сделал? Не знаю даже. Ну, возможно, я бы вскрыл какие-то неизвестные мне пути развития собственного бизнеса. Слушай, круто, интересный подход. А исходя из этого, тогда плавно переходим. Какие планы у тебя лично и у Сипюни? Ну, у нас планы есть, и у меня тоже лично есть планы. То есть, у меня семья, у меня трое сыновей, то есть, в принципе, планы заниматься и работой, и бизнесом, и семьей, то есть, планы полноценно жить, счастливую жизнь. то есть, это такой основной план, чтобы находиться в балансе, вот, в гармонии. Иногда нужно много поработать, иногда нужно больше времени провести с семьей, иногда нужно уделить время здоровью, иногда нужно, опять, много поработать, и вот, в принципе, чтобы это не вызывало какое-то ужасное отчуждение, неприязнь, желание все бросить, вот, находиться в таком, ну, перетекающем, наверное, балансе, не постоянно, в нулевой точке, а просто иногда супер радостно, иногда какие-то сложности, потом все хорошо, потом какие-то сложности, вот, между этими точками балансируешь, может быть, не сильно ограничиваешь их, потому что, ну, что всегда, в принципе, можно найти выход, даже если оно сюда откатится, можно все равно откатить это все обратно, вот, такие планы на жизнь. Слушай, интересно, тоже подметил, по факту, ну, про баланс, да, но многие же предприниматели, когда он любит, там, свой проект, ну, любой предприниматель, в принципе, как и ты, любит и хочет что-то творить и создавать, то есть вот это нарушение, да, ты погружаешься в работу, и часто люди вот работают, работают, там, не спят, там, мало спят, что-то еще, потом выгорание начинается, плюс, конечно же, вот как ты говоришь, семья, да, оно же тоже требует внимания, вот какой у тебя ритм, или может быть принципы, чтобы вот этот баланс сохранить, чтобы не полностью в работу идти и не выиграть, и в то же время уделять время, там, и себе, и близким. Ну, в принципе, ритм, наверное, такое, что есть запланированные события, которые и запланированы, и семьей, и там, с каким-то отдыхом, со спортом, и вот вокруг этих событий планируются все остальные, ну, рабочие вещи, вот, то есть, есть некоторая, там, табу на выходные дни, что нужно точно в эти дни отдыхать, чтобы сильно не устать, вот, ну, опять-таки все в таком, то есть, идеальное состояние, которое, ну, которому стремишься, вот, ну, бывают разные, там, ну, проекты или командировки, или встречи, которые могут немножко забирать, ну, когда нужно немножко, там, больше времени уделять, вот, но в целом, именно планирование сейчас уже идет от того, что есть именно, да, отдых, вот такие, отдых спорта, он занимает фиксированное место в календаре и вокруг него собирает все остальное. Ну, про отдых тоже круто, потому что много уже, наверное, как-то общаюсь, правило такое, что предприниматель, если он отдых не запланирует, он, скорее всего, сгорит, да, и здесь, наверное, такая фраза есть, интересная, если хочешь быть бедным, работай по выходным и не отдавай долги, вот, поэтому вот это заставить себя отдыхать, когда сам начал практиковать, хотя бы вот в день, час, в обед просто отключаться, у тебя уже через пять минут хочется вернуться, что-то поделать быстрее, то есть ты все равно не можешь, и ты круто еще сказал про спорт, я вот много тоже общаюсь, у всех всегда спорт, спорт это для тебя, как форма поддержки здоровья, или спорт это все-таки такой некий негатив, который накапливается? Негатив, наверное, ну, тоже можно, но я сейчас пока не хожу на бокс, вот, а спорт это, да, больше там мышцы размять, мышцы потренировать, где-то какие-то, ну, зажимы снять, вот, как-то растянуться, можешь поплавать, какие-то веса поподумать, то есть больше, потому что, в принципе, вся работа такая сидячая, но и опять, мне кажется, это мы немножко про таких, стартерских предпринимателей говорим, мне кажется, на старте можно нормально работать, и ничего не случится, то есть там в основном все достаточно гармонично, точно чувствуешь, что очень много сил, можешь работать, точно, когда устал, можешь уже не работать, можешь отдохнуть, то есть все быстро происходит, просто сейчас из-за того, что такие сильные качели, наверное, не очень было бы хорошо испытывать, и уже понимаешь, что можно немножко подстраховаться, где-то там, ну, заранее позаниматься, чтобы надолго не были, а так я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы там на старте 10-15 лет нормально и по выходным, да, и по ночам, вот, но, конечно, важно оставлять время на подумать, потому что, когда просто много работаешь, можешь не успевать именно оценить, а то, что ли ты делаешь, а так ты делаешь, а есть ли еще пути, вот, находить именно вот, именно отдых, не в плане того, что давай отдохнем, ничего не поделаем, а отдых, вот как ты сказал, когда появляется новое, ну, желание, что ты делаешь, то есть, немножко оценить, что же ты делаешь, когда идешь, зачем идешь, тем ли путем идешь, тем ли инструментами, вот такой отдых, рефлексивный, мне кажется, неплохо, даже, когда работаешь 7 часов, ой, 7 дней в неделю. Слушай, ну, круто, уже прям, как это, ближе к занавесу, я смотрю просто, я удивляюсь, Артемий такой, в балансе, спокойный человек, сразу вспоминаю, знаешь, анекдот про двух быков, про молодого, про старого, мы потихонечку сделаем все спокойно, ребята, вот, знаешь, какой вопрос, про стресс как раз, почему со спортом связаны, многие предприниматели, это же, ну, кто бы ни говорил, все равно это регулярный, ежедневный, даже микростресс, он происходит, да, и вот, когда он накапливается, как ты, как ты с ним работаешь вообще? Сложно сказать, ну, иногда поругаюсь, иногда накапливаю, иногда ругаюсь, если, если не ругаюсь, наверное, накапливаю, но я, честно говоря, очень плохо ощущаю, то есть, ну, я ощущаю, что стресс, но, пока, можно сказать, я, ну, не научился именно, вот, ощущаю, что, блин, накопился, то есть, такого нет, вот, но сейчас я больше позволяю себе поругаться, раньше мне казалось, что это нехорошо, но сейчас, мне кажется, это даже честно, поругаться, выдать обратную связь, эмоционально, инструктивная критика, чем потом на всех подряд внезапно что-то прилетит, да? Да, на всех точно не прилетит, потому что у меня такого нет, вот, возможно, он куда-то потом это, где-то должен там выйти, просочиться, может, там, на спорте сесть, а просто из-за того, что, мне кажется, так, ну, понятней, и так, ну, честнее просто высказать, все как есть, ну, сложно сказать, испытывая после этого облегчение, но здесь больше просто, чтобы дать обратную связь, именно так, как я ее чувствую, то есть не стесняться показать собственные чувства. Слушай, круто, и прямо уже под конец короткий блиц. Готов? Да, готов, конечно. Так, жизнь это? Ну, мне кажется, это наслаждение, удовольствие, хотя моя жена считает, что это ад. И у вас получается баланс, вы друг друга здесь балансируете, круто, слушай, а бизнес это? Бизнес это возможность что-то сделать, что тебе интересно. Круто. А предприниматель это? Предприниматель? Ну, тот, кто не боится что-то сделать, что-то новое начать, попробовать, рискнуть. То есть, немножко такой бесс страшный человек. Прикольно. А трудности? Трудности это? Трудности это то, что можно преодолеть. Огонь. Ну и кайф? Кайф это? Кайф это когда хорошо поработал, хорошо достиг результата и можешь отдохнуть. Слушай, супер, спасибо тебе огромное. И уже под конец какое-то наставление предпринимателям, которые будут смотреть? Предпринимателям, которые будут смотреть, смотрите меньше всяких видео, идите и делайте то, что вы хотите, потому что от мотивации вы все равно сильнее еще не доберетесь. Весь опыт все равно надо получать самостоятельно, поэтому делайте, анализируйте, все. Слушай, круто. Друзья, у нас в гостях пожелаю, во-первых, и тебе, и компании развития. Вот здесь QR-кодик CPU-нить. Переходим, изучаем, настраиваем, подключаемся. И, конечно же, правильно сегодня совершенно сказал Артемий о том, что, друзья, у каждого есть своя вершина, и чтобы достичь цели, будьте собой, находитесь в балансе, больше действуйте, меньше слушайте, делайте ошибки, это нормально, делайте просто из них выводы, без ошибок никуда, а предприниматель тот человек, который в ситуации, ошибаясь, делает правильные выводы, находит новое решение. Но самое главное, что сказал сегодня Артемий, берите ответственность, примите решение внутри себя, и тогда двигайтесь сами, и команда тоже пойдет за вами. Ну что, всем успехов, чудес и волшебства, подключайтесь, подписывайтесь на наши каналы. Артемий, тебе еще раз спасибо огромное, побольше испытаний, которые проходя, будет. Спасибо, спасибо большое тебе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok